В Павлодаре детский массажист чуть не убил младенца. Почти полгода в реанимации провел 10-месячный Карим Танербергенов. Ребенок оказался в больнице после посещения мануального терапевта. По словам родителей, медик надавил ребенку на позвоночник и повредил его. В результате Карима парализовала. Подробнее расскажут мои коллеги. Гульмира Жанайдарова все время проводит в больнице. В редкие минуты дома она разглядывает фотографии Карима и молится за сына. Мальчик родился совершенно здоровым, спокойный и улыбчивый ребенок. Как и многие мамы, Гульмира посчитала, что массаж пойдет на пользу ребенку и записалась к мануальному терапевту. Кариму было 7 месяцев. После визита к массажисту ее малыш оказался в реанимации. Диагноз – оскольчатый перелом первых и вторых шейных позвонков. Он осмотрел ребенка и сказал, что у него родовая травма шейного отдела. И начал, как бы, подошел к ребенку и начал проводить свои манипуляции. Мы услышали хруст. После этого стало ребенку хуже. Мы попали в реанимацию. Врачи областной больницы были шокированы состоянием ребенка. У него сложнейшая и очень редкая травма. Помимо перелома позвонков еще и смещение уцелевших. Родители незамедлительно написали заявление в полицию. Массажист принимал в помещение в одной из гостиниц Экибастуза. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 317 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В ходе досудебного расследования назначен ряд экспертиз, по результатам которого уже будут приняты процессуальные решения. С тех пор прошло полтора года. Кульмира утверждает, что этот мануальный терапевт продолжает принимать пациентов, но уже в другом месте. По данным полиции дело затянулось из-за того, что результаты первой судебно-медицинской экспертизы оказались неполными. Пришлось назначать повторную. Родители возмущены ходом следствия, но пока им некогда добиваться правосудия. Все это время Карим находится на аппарате искусственной вентиляции легких. По словам врачей, даже взрослые не выдерживают столько времени. Ухудшение состояния – это закономерный процесс, потому что невозможно, чтобы это продолжалось бесконечно. Поэтому проведение операции вот сейчас – это последний шанс, последняя соломинка, за которую может ребенок ухватиться. Но вот только местные врачи не в силах прооперировать Карима. В больнице просто нет такого оборудования. Речь идет о специализированных микроскопах, чтобы не повредить спиной мозг. Свою помощь предложили медики специализированной клиники имени Ализарова. Она находится в городе Курган, в России. У их хирургов есть опыт операции с такими пациентами. Но вся сложность в том, что Карим нетранспортабельный. Пару недель назад в сопровождении реаниматологов мальчика с анавиацией доставили в столицу. Что касается города Кургана, то у нас неоднократно были переговоры, и мы на связи с тактикой лечения, на сегодняшний день они согласны. То, что касается этого врача, то значит сейчас расследование ведется. Мы, Управление здравоохранения, писали письмо в департамент охраны общественного здоровья, для того, чтобы они проверили его качество оказания медицинской помощи, и плюс достоверность этой лицензии. Наша команда снова обратилась в департамент полиции Павлодарской области. И снова ответ нас удивил. Заключение ранее проведенной экспертизы не дало основания решать вопрос о квалификации деяния врача. Назначена комплексная экспертиза. По результатам дополнительной экспертизы, при наличии состава уголовного правонарушения, будет решаться вопрос о подстранении его от врачебной деятельности. Столичные доктора взялись за мальчика. Карима уже прооперировали. Пока врачи не дают никаких прогнозов. Малыш находится под их круглосуточным наблюдением. Гульмира Жанайдарова нам рассказала, что готова идти до конца. Она не допустит, чтобы мануальный терапевт, который довел ее малыша до такого состояния, остался безнаказанным. Мы же, в свою очередь, отправили официальные письма в Министерство внутренних дел, Минздрав и Генеральную прокуратуру. Нас интересует, кто выдает разрешение на работу таких частных мануальных терапевтов и их контролирует. Мы обязательно расскажем в наших следующих выпусках, что нам ответят чиновники. И главное, будем держать вас в курсе состояния здоровья Карима.